привет привет друзья мои посмотрите снова какой грандиозный вид у нас впереди на пролив ла-манш сегодня погуляем снова с вами немного поговорим как обычно январь месяц у нас и посмотрите цветут цветы и погода у нас сегодня плюс 12 градусов вот так вот начало января нас радует хотя немножко дождик срывается вы знаете дождик срывается но вот сейчас опять нормально хотя вы знаете вот посмотрите если вам на горизонте видно сейчас я туда спущусь конечно еще к открытой воде покажу вам все это на горизонте видно что там тучи ходят хмуро показываю вам опять вот такие красивые великолепные огромные дома у людей с видом на океан у меня спрашивают иногда а как относятся люди к тому что вы вот их снимаете дома ну относятся по-разному я стараюсь снимать дома так знаете ненавязчиво проходя мимо иногда просто поворачиваю свою камеру вот так и сама иду прямо и дома вам показываю как опять же я говорила всегда друзья все для вас потому что тем более интересно смотреть дома дома они просто если бы я вам показала вот допустим вот эту дорогу да ну по дороге мы с вами идем гуляем мне кажется что интереснее смотреть еще и дома вокруг да ой не знаю видно вам или нет посмотрите кто то грандиозно придумал на траве разложили длинную 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 гирлянду и она горит огоньками но сейчас сейчас светло день вот там и на изгороди она горит посмотрите и здесь не знаю вряд ли может быть вы увидите но вообще-то видно очень красиво вот такие вот огонечки 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 нет камера не показывать странно и еще часто удивляются мои зрители почему так пустынно когда я гуляю почему никого нет как там у вас скучно и вот что такое как там люди живут знаете я хочу сказать что нет друзья абсолютно здесь не скучно и люди все находят себе занятия по вкусу они просто чтобы вот бродить по улицам я по улицам брожу только когда гуляю с вами но а в основном тоже либо езжу на машине куда-то по делам либо еще я продолжаю в одном отеле работать помогать я имею ввиду помогать там с расчетами вот но работа такая не очень чтобы очень очень редко они меня привлекают сейчас же у нас каникулы каникулы я имею ввиду что все закрыто до апреля месяца наверное неправильно выразилась это называется не каникулы это называется отели закрыты на зиму каникулы обслуживающего персонала будем так говорить вот были тут у нас некоторые отели очень заняты были открыты на новый год на рождество а сейчас у них это все закончилось у них долго не празднуют таких длинных выходных у нас нет поэтому вот сейчас все отели закрыты я вам показываю издалека вот этот дом он смотрится грандиозно сейчас подойдем поближе может быть даже будет более интересно но все равно вот его смотреть вот отсюда тоже очень интересно посмотрите какой старинный дом огромный посмотрите у него сколько труп вот это же все это трубы по четыре штуки вот на каждом вот этом высоком столбе или как он там называется восемь и там двенадцать и там две четырнадцать шестнадцать труб шестнадцать труб это значит шестнадцать каминов там представляете вот такой шиповник переросший и птицы слышите как поют птицы а вы говорите скучно и пустынно по-моему человек всегда и везде может найти себе какое-то занятие по душе и человеку разностороннему и увлеченному никогда не бывает скучно ни с самим собой ни вот в таких вот великолепных местах подошла я к этому дому поближе который вам только что показывала да с трубами ну вот как-то всего наверное его нам не увидеть к сожалению сейчас другой стороны еще попробую обойти посмотрите какие здесь улицы вот с такими ступеньками наверх это город вентнер он конечно вот из-за того что он на холме у него постоянно вот такие вот ступеньки сейчас покажу вам и переход переходы на другую улицу вот так вот надо корячиться по таким очень отвесным ступенькам наверх 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 там дальше опять поворот и опять еще лестница наверх но мне туда не надо я не пойду мы пойдем другим путем я поднялась повыше показать вам еще вот этот дом с другой стороны насколько он великолепен конечно написано касту замок и улица но тут такая малюсенький такой закуток улица она не сквозная и написано что улица называется касту не знаю я но это не церковь конечно же это какой-то все таки жилой дом очень колоритный согласитесь да вот понимаете людей нет как вы говорите да да и на самом деле нет а машин то полно ездит я только и успеваю уворачиваться я иду по дороге только успеваю выключать камеру чтобы не шумели когда я разговариваю чтоб вам не шумели эти автомобили в камеру вот еще один едет видите и вот то что я сказала улица называется кастал клоус вот этот вот дом все таки называется замок касту постаралась показать вам его со всех сторон но здесь к сожалению за изгородью за страшным забором ее за этими высокими кустами мы его не видим полностью хотя сейчас пойду вниз по улице по этой спущусь я вижу там впереди еще один очень красивый домик вот такой вот остренькая какой-то часовенка или как она там башенка такая сейчас подойдем посмотрим ну вот здесь нет забора вернее забор есть нету живой вот этой изгороди из кустарника я вам показываю еще с одной стороны вид на этот замок и вы знаете самое интересное что скорее всего здесь живет какая-то семья потому что посмотрите что внизу у них у них внизу сарайки и у них внизу куры куры друзья вон они красавчики так что это жилой дом может ферма как от нее знаю хотя вряд ли здесь для фермы нету у них земли достаточно а куры гуляют просто в саду на лужайке тут у них еще и лодка посмотрите стоит на их территории очень даже неплохая лодка даже может быть катер да ну то есть опять то же самое мы можем увидеть во очереди то что здесь каждый второй англичанин это неви неви моряк все они имеют лодки день у нас стал прибавляться птицы поют просто шикарно слышно надеюсь вам да со всех сторон по щебечут птицы тишина благодать вот иногда прерывается эта тишина вот такими вот автомобильными шумами все-таки здесь дорога так вот я вернусь к тому с чего я начала то что люди удивляются что нет никого а ведь сейчас у нас тоже стала приходить понимание что лучше жить не в больших городах лучше жить вот таких вот маленьких каких-то поселочках как здесь называется вылочь и наслаждаться свежим воздухом но у нас тоже по моему в подмосковье сейчас все эти при постройке все эти новориши понастроили себе домов до на рублевке еще где-то это же все как раз говорит о том что в центре жить уже люди понимают что смысла никакого нет а я потихонечку все таки с вами подошла опять вот к этому красивейшему дому сейчас попробую вам его обойти показать здесь такие шикарные ворота тоже живописные какие-то старинные нарисован дракон или дракон или кто это по моему дракон написано степ хилл вот этот вот красивый дом но здесь я так понимаю это опять приватная территория я зашла опять немножко показать уж раз сколь скоро обещала но вообще это опять же жилой чей-то дом и закрытое частное владение владение это внесено все стеной высокой и здесь вот такая дорога объездная вокруг и и везде все рядом такие вот пролезки как сказать да типа парков вот такие огромные деревья здесь много белок не только птиц но и белок очень много я к сожалению никак не могу вам застать показать на камеру этих белок которые тут бегают но вы знаете много даже я вот иду и вижу много кормушек специально для белок там положены орешки семечки и даже морковка почему-то лежит не знаю едят ли белки морковку вот это меня удивляет но сверху прям на кустах иногда разложена морковка ну вот я обошла немножко вокруг показала вам это частное владение частная территория вот этот дом видите он за забором и уже конечно я дальше не пойду а пойду лучше назад вот гуляю по этой всей старине по тишине смотрю на эти старинные здания и все таки думаю что правы англичане они они научились уже наслаждаться жизнью правы правы что живут вот в таких вот тихих местах вот иногда вдруг вот такие стайки детей людей собак сразу шум гам да или автомобиль едет уже перебивают пение птиц и всех остальных я даже как-то и не приветствую мне нравится гулять в тишине показываю вам вот этот красивый оазис тоже зеленый островок и посмотрите здесь разметка фреш-вота black gang нитон и ньюпорт и мы с вами уже практически везде были ну вот наверное фреш-вота не были еще black gang мы были это такая великолепная огромная смотровая площадка в нитоне тоже я с вами была и в пабе и показывала вам сан-хелен light это маяк святой катерины катерины по-моему ну а ньюпорт мы тоже знаем с вами как-то так вот друзья рассказала вам немного показала вам немного рассказ мой получился опять сбивчивым потому что отвлекаюсь но тем не менее надеюсь что вам понравилось в конце как всегда сюрприз а на этом друзья я с вами снова прощаюсь всего вам доброго увидимся берегите себя пока-пока а вот опять кусочек радуги появился ну что ж ты будешь делать она все такими урывками урывками и никак уже не показывается полностью все таки наверное потому что ветер таскает эти облака а может быть наверху просто нет вот этих капелек воды капелек тумана чтобы солнце нам давало радугу смотрите птицы боже неужели вам не будет этого видно видно это великолепие посмотрите перелетные птицы ой они просто такими волнами там красиво летят я гуляла достаточно долго и будет обидно если мое видео будет шумным и вы не увидите и не услышите меня надеюсь что я сейчас приду и смогу вам это видео выложить друзья и не будет недовольных все таки еще хочу рассказать знаете пожалуйста вот кому не нравится да я стараюсь для вас делаю видео но кому не нравится друзья но не смотрите уходите с моего канала пожалуйста находите себе более интересные какие-то более продвинутые каналы я не знаю тех которые вам рассказывают то что вы желаете быстро без запинки без шума у меня это не получается да и потом как я уже говорила я хочу чтобы мои видео нашли таких же людей моих единомышленников которым нравится со мной вместе гулять вот так вот неспешно смотреть на всю эту красоту как то так как то это какое то которое должно что